всем доброго времени суток ребят как вы как ваши дела как настроение как отдохнули сегодня мы с вами будем разбирать воскресенский тест будет разбор все приготовили тесты на ручки и конечно же хорошее настроение должно быть так поехали первый текст у нас дятловой горы перед тем как приступить ребята хочу напомнить у нас на протяжении этого разбора будет загадана одно слово да я зашифрую одно слово где буду значит между вопросами до говорить буквы и собрав эти буквы в итоге вы должны собрать одно слово целое должно у вас получиться и один ученик именно первый да кто напишет в чат в комментарии давайте это слово тот получит значок договорились и ребята в прошлый раз некоторые не писали да не делали записи объяснений в тетради обязательно напоминаю что в этот раз у всех была запись обязательно будет проверка так хорошо давайте начнем первый текст дятловой горы давайте сначала мы разберемся с самим названием с темой текста гора что такое нам всем известно правильно мы все знаем что такое теперь дятловы от слова дятел ребята дятел это у нас птица а какая эта птица птица которая вот всем наверное известно стучит по дереву то своим клювом получается так давайте приступим к нашему вопросу как мы уже с вами знаем мы читаем сначала не сам текст а вопрос да не устаем этого повторять и читаем с вами значит сначала вопрос ознакомься со всеми вариантами а после уже приступаем к тексту да так первый вопрос вы прочитали текст в котором в основном говорится о том как то есть у нас спрашивают о чем наш текст про что там рассказывается что нам автор хочет сказать до этим текстом так а вариант поссорились сыновья скворц здесь опечатка ребят пошла скворца 1 наверное должно быть потому что от слова скворец это тоже у нас птица поссорились сыновья скворца ведь ребята значит здесь у нас сыновья говорится получается их вот этих вот птиц в этом тексте именно взяли как в роли до людей получается понимаете например птицы же на самом деле они не умеют говорить а здесь они умеют говорить у есть дети они там занимаются определенными там делами да поэтому это тоже сделать себе на заметку и поехали дальше поссорились сыновья скворца это понятно дятел предсказал судьбу скворца здесь возможно вам предсказал слова да незнакомо вот как для казахской группы предсказал это означает сказать наперед то есть это означает например так кто-то кому-то вот идет да и спрашивает расскажение про будущее на это человек другой начинает предсказывать будущее примеру то есть был жал я 1 лайк то предсказать идем дальше возникло название дятловы горы дятловы горы понятно да то есть гора где обитают дятлы в значении сейчас мы разберемся с этим названием возможно в тексте более разъясняется возник нижний новгород нижний новгород ребята это название города в россии поняли да это значит у нас город нижний новгород так возник это понятно образовался возник так теперь варианты нам понятный вопрос понятен у нас спрашивают что говорится в тексте о чем текст в основном так идем читать возник нижний новгород на месте большого дремучего леса так про возникновение города идет значит он образовался на месте дремучего леса то есть до этого был там лес на высокие холмы по правому берегу оки ока это у нас река получается там находилась находилась еще и река прорезанные глубокими оврагами овраг это что вот такие вот выступы ну наподобие вот горки вы же катаетесь на горках правильно вот наподобие этих у нас называется оврагом идем дальше назывались дятловыми горами а название говорят вот откуда пришло то есть здесь уже смотрите нам собираются разъяснить почему вот тема до собирается на тему раскрыть почему дятловые горы откуда пришло это название вот дальше об этом не будет речь получается во времена стародавние на том месте проживал мордвин скворец скворец здесь что чтобы вы понимали это получается птица да но видя как бы это и также одушевленное до существительное но признаками именно людей здесь приводится как бы сказка скажем тогда друг и помощник соловья разбойника соловья разбойника мы все знаем да или амуромец соловей разбойник побежденного и связанного вот ильей муромца получается скворец это был друг до соловья разбойника здесь он женился на 18 жёнах у соловья было 18 жён вот скворец да и было у скворца 70 сыновей получается вот скворец на у скворца получается так 18 жён и 70 сновей так хорошо нам это уже известно идем дальше все они жили вместе занимались скотоводством, да, скотоводство мы с вами знаем, то есть они пасли скот, да, там животных, может быть, барана и так далее, коров, да, в целом животных, пасли стадо на горах, по вечерам гоняли их оврагами на водопой к Оке-реке, то есть овраг, что такое мы поняли, значит, они их гоняли по оврагам, да, все, нам понятно, что был скворец, у него было 18 жен, 70 сыновей, они жили вместе, да, то есть занимались скотоводством, пасли скот, да, то есть стадо, и жили они вот в этих местах, именно у водопоя реки именно Оке, да, тут же в ущелье горы обитал чародей-дятел, кто такой чародей, ребята, чародей, это и есть, давайте вот так скажем, чтобы было более понятнее, как волшебник, да, волшебник, чародей, то есть чары же говорят, чары это, ну, наподобие волшебства, магии, бывший также некогда в ладах с соловьем-разбойником, то есть получается, он тоже был в ладах, это получается то же самое, что ладить, дружить, да, находить общий язык значения, получается, он тоже являлся другом, как соловей-разбойника, как и скворец, да, вот раз пришел скворец к дятлу и спросил его о будущей судьбе, поняли, да, скворец идет к дятлу, почему, чтобы узнать будущее, потому что он же чародей, он может предсказать, получается, будущее, идем дальше, именно своих детей он хотел, да, спросить, вот, делаем акцент, и отвечал дятел, что же он у нас, ой, что же он у нас отвечал, да, какое же будущее у его детей, если дети твои будут жить мирно и согласно друг с другом, друг с другом, то долго им владеть здешними местами, а если поссорятся, то будут покорены русскими, давайте здесь определимся, что же он здесь предсказал, всем понятный этот момент, смотрите, если они будут жить дружно, мирно, это то же самое, что и дружно, ребята, записываем вот эти вот слова, казахская группа, мирно, дружно, да, идем дальше, будут жить мирно и дружно, то есть согласно друг с другом, то долго им владеть, то есть эти земли, эти места, да, будут долго принадлежать им, если они будут дружными, А если поссорятся, то будут покорены русскими, которые построят на устье Оки град Камень. То есть если они будут ссориться, то русские их что сделают? Покорят. Покорят это означает, ну как бы победят, захватят их земли в значении здесь. Русскими, которые построят на устье. Устье это то же самое, что и начало реки, поняли? Вот например, река, ее начало называется устьем. Оки град Камень и крепок Зела. Зела и не одолеют его силы вражеские. Получается, ребята, здесь если сыновья, дятел предсказывает, если сыновья будут дружно жить, тогда они будут долго владеть этими местами. То есть здесь имеется ввиду ока река, и если будут ссориться, тогда их земли захватят русские. Поняли? И там построят город. Град это то же самое, что и город. Ребята, запомните, град это то же самое, что и город. Например, вы, наверное, слышали, да, такие названия, значит, городов. Раньше, да, были Сталинград, Ленинград. Это означает, были такие вот личности, как Сталин, Ленин. Это означало город Сталина, город Ленина. Получается, град это город. Идем дальше. Долго толковали они. Слово толковали, это что означает? Толковали, это означает по-другому, да, синонимически. Давайте возьмем слово. Рассуждали, толковали, говорили, обсуждали в целом. Вот эти вот все слова являются, да, дают значение данного слова. Толковать. То есть они долго обсуждали, толковали, да, об этом. Идем дальше. Под конец разговора дятел просил скворца о честном ему погребении. А что такое погребение? Получается, дятел же рассказал будущее его детей, правильно? И потом он просит, чтобы этот скворец его после смерти похоронил как следует. Получается, погребение это означает похороны. Понятно? Когда вот хоронят кого-то, это есть погребение. Тот обещал, то есть означает, что скворец, да, здесь под словом тот подразумевается скворец. Скворец пообещал, значит, честно, да, его похоронить, то есть провести это погребение. Время шло, умер чародей дятел. Все, дятла у нас, дятел был, скворец, да, у нас был. Дятла нет, все, он уже скончался, умер. И похоронил его скворец на горе при устье Оки-реки. То есть, видите, здесь он его и похоронил. Вот здесь вот Ока-река, да, у нас была. Значит, его похоронили вот на устье этой реки, получается. И прозвалось то место Дятловой горы. Вот, ребят, смотрите, значит, история, название данного места. Дятла, почему именно таким образом прозвали? Потому что там похоронили, оказывается, дятла, да, из-за этого называются Дятловой горы, получается, данное место. Идем дальше. Умер за ним и скворец, то есть, получается, за ним, это означает после него, да, после него и умирает сам скворец. После похорон, да, этого Дятла. Перед смертью... Так, перед смертью он завещал детям своим взаимное согласие и единодушие, но довольно скоро великий князь Владимирский Андрей Боголюбский изгнал их с устья Оки. Устья Оки. Так, ребят, что же здесь случилось? То есть, смотрите, перед смертью он завещал. Завещание – это что такое, понимаем, знаем, да? Смотрите, завещание – это когда, например, когда кто-то умирает, он собирает своих вот близких, да, себе людей и завещает что-то. То есть, например, говорит какой-то совет, возможно, да, или же какое-то наследство оставляет. Завещание это называется, да? Перед смертью, значит, он завещал своим детям своим взаимное согласие. И единодушие. Получается, он говорит своим детям, чтобы после его смерти они были дружными, да? Но довольно скоро великий князь Владимирский Андрей Боголюбский. Ребят, смотрите, значит, здесь уже другое лицо подключилось. Князь Владимирский Андрей Боголюбский. Князь – это уже означает, что это Русь, согласны? Боголюбский изгнал их с устья Оки. То есть, изгнал – это то же самое, что и прогнал. Записываем, ребята, хорошо? Хорошо. Изгнать – тире, прогнать – это слова одного и того же значения. А племянник его Владимир Суздальский, великий князь Юрий Всеволодович, построив здесь Новград Нижний, исполнил предсказание Дятла. Основание Нижнего Новграда приходится на лето 1221 года. Теперь, ребят, смотрите, получается, этот скворец перед смертью говорит своим детям, чтобы они жили дружно и в согласии. Но спустя некоторое время, то есть скоро, здесь говорится, великий князь Владимирский их прогоняет с этого места. То есть, русский князь прогоняет их, да, а племянник, племянник именно вот этого князя Владимирского, великий князь Юрий Всеволодович, построив здесь Новград, помните, там предсказание Дятел уже сказал, что здесь построят град-камень, город, да, мы говорили. Получается, это и сбылось. Получается, Новгород Нижний он прозвал, да, это место, это этот город. Исполнил предсказание Дятла. Вот, основание Нижнего Новграда приходится на лето 1221 года. То есть, основание это то же самое, что и создание, да. Нижний Новгород у нас, получается, основался летом 1221 года. Так, хорошо, нам текст, думаю, понятен. Мы можем ответить на следующий вопрос, получается, о котором в основном говорится о том, как. О чем же здесь, значит, у нас говорится? Посорить сновя скворца. Нет, здесь это не основная часть, согласны? Это уже отпадает, мы этот вариант не рассматриваем. Дятел предсказал судьбу скворца. Он предсказал, хорошо, такая информация имеется, но мы можем ли эту информацию взять как за основную? Пока что оставляем. Возникло название Дятловой горы. Хорошо, об этом тоже имеется, да, в тексте. Возник Нижний Новгород. Теперь, смотрите, ребят, как же здесь быть? Дятел предсказал судьбу скворца. Мы этот вариант можем что сделать? Исключить. Почему? Потому что наш весь текст не об этом ведь, правильно? То есть предсказание судьбы – это определенная часть нашего текста, которая что делает? В свою очередь, направляет на то, что эту землю в будущем завоюют русские. Правильно? Потом они здесь построят город, да, скажем так, вот город. Идем дальше. Получается, этот город они прозвали как… А, Новград они прозвали. Новград Нижний. А потом уже получается основание Нижнего Новгорода. Отсюда можем понять, что это следующее название, да, переименование пошло. Новград и Новгород – это уже разные, да, названия. Обращаем на это тоже внимание. Теперь смотрите, у нас вот эти два варианта остаются. Возникло название Дятловой горы или возник Нижний Новгород? Давайте мы с вами обратно, да, вернемся к нашему тексту. И смотрите, вначале говорится «возник Нижний Новгород на месте большого дремучего леса». Получается, вот эта вот вся история, которая нам повествуется здесь, да, как образовался именно этот город, история Дятловых гор, это все указывает на то, как возник у нас Нижний Новгород. Получается, и вот в конце тоже, да, делается, когда вот заключение, тоже говорится, что город возник, да, основание Новгорода приходит на лето 1221 года. То есть цель нашего автора – это рассказать про историю, как возник данный город. Получается, возник Нижний Новгород, согласны? Вариант будет Д правильным. Идем дальше. Прочитав текст, вы узнали, что возник Нижний Новгород в чистом поле в Устье Оки. Разве? Где он у нас возник? Ребят, где он возник у нас? Мы читали, да? Получается, он возник там, где был дремучий лес. Помним, да? На месте дремучего леса, вот, на месте большого дремучего леса возник Нижний Новгород. Получается, у нас этот вариант не подходит. Согласны? Возник здесь, говорится, в чистом поле. Нет, да? На месте этого города был дремучий лес. Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем. Нижний Новгород был основан князем Юрием Всеволодовичем. То есть здесь означает, что Юрий Всеволодович, князь, да, русский, он создал, он основал Нижний Новгород. Так, у нас было в конце. Помним, да? Ключевое слово здесь Юрий Всеволодович. Вот он, Юрий Всеволодович. Давайте прочитаем. Племянник его Владимир Суздальский, великий князь Юрий Всеволодович, построив здесь Новгород. Новгород. Нижний. А здесь, говорится, Нижний Новгород. Видите, ребята, как нас путают? Давайте пока что оставим, не будем отмечать. Идем дальше. Дятел и Скворец помогали Соловью-разбойнику грабить на больших дорогах. Нет. Информация про Соловья-разбойника была такова, что Дятел и Скворец были друзьями Соловья-разбойника. Но про грабеж ничего не было сказано. Получается, данный вариант у нас отпадает. Идем дальше. Андрей Боголюбский изгнал потомков Скворца с Устья-Оки. Теперь смотрите. Андрей Боголюбский – это князь русский. Изгнал. Изгнал – это то же самое, что прогнал. Мы только что говорили. Потомки. Потомки Скворца. Помните, мы же говорили здесь, что Скворца 70 сыновей. Об этом и идет речь. Значит, этот князь прогнал его потомков Скворца с Устья-Оки. Там, где они, значит, обитали. Было такое. Ключевое здесь слово Андрей Боголюбский. Значит, мы должны с вами искать в тексте данное имя. Вот он. Владимирский Андрей Боголюбский. Что же он сделал? Изгнал их с Устья-Оки. Вот точь-в-точь имеется. Изгнал потомков Скворца с Устья-Оки. То есть здесь их подразумевается, кто именно потомки Скворца. Согласны? Вот про Скворец говорится. Он, значит, умирает. И его потомки остаются. Получается, точный, верный наш стопроцентный ответ. Это Д-вариант. А почему мы бы не отметили? С подвохом у нас вопрос. Как нас путают, да, ребята? Очень похожие, значит, слова. Здесь, обратите внимание, построив здесь Новград, говорится, Новград Нижний, да, это у нас построил Юрий Всеволодович. А тут в варианте говорится не Новград, а Новград, да, получается, это у нас переименование дальше пошло. То есть когда создавал Юрий Всеволодович, данное место не имело такое вот название, называлось по-другому, то есть как Новград. Так, и буковку, давайте про буковку не будем с вами, да, забывать. Буква, готовьте свои, значит, листочки. Так, первая буква у нас, пусть будет буква Д. Идем дальше. Так, третий вопрос. Третий вопрос у нас. Опа, мы куда пошли? Получается, где-то всё. Так, предсказание дятла исполнилось, потому что предсказание мы все помним, да, что он предсказал. Предсказал, что если дети его будут жить в мире, в согласии, тогда они будут что делать? Долго, да, вот согласны друг с другом, то долго им можно будет там владеть этими местами, да, этими землями. А если они будут ссориться, да, то будут покорены русскими, он говорил. Получается, потомки скворца, они захотели заниматься скотоводством. Разве? Нет, они занимались, да, во время, да, самого скворца, но после смерти занимались, нет, об этом не говорится. Согласны? Пока что этот вариант отпадает. К предсказанию это никакого отношения не имеет. Идем дальше. Скворец нарушил данное дятлу слова. А какое слово он давал? Давайте вспомним. Он давал дятлу, вот, и тот, где-то здесь, да, было у нас, вот, тот обещал, значит, про обещание, какое у него было обещание. Под конец разговора дятел просил скворца честно ему погребение. То есть честно, чтобы его, именно провели ему его погребение, да. Получается, он же его похоронил, согласны? Этот вариант тоже у нас отпадает. Вот, так, в качестве, значит, доказательства, ребята, мы с вами подчеркиваем, вот это вот предложение. Похоронил его умер чародей дятел, и похоронил его скворец на горе при устье Оки реки. Да, идем дальше. Так, следующий вариант у нас, следующий вариант, потомки скворца нарушили его завещание. А какое было завещание скворца? Завещание было следующим, что дети должны были быть, именно жить, да, в согласии друг с другом, не ссориться. Согласны? Потомки скворца были скотоводами и не могли управлять. Так, ребят, смотрите теперь. У нас, не говорите, что они ссорились, да, в тексте, то, что потомки скворца ссорились. Но, говорится о том, что их земли, что сделали, покорили, да, получается, это означает, что их дети не были дружными, не жили, да, в согласии в мире. Получается, потомки скворца нарушили его завещание. Из-за этого русским удалось завоевать их земли. Поняли? Правильный вариант будет С. Так, идем дальше. Четвертый вопрос. Если вы захотите побольше узнать о историческом прошлом Нижнего Новгорода, то есть историческое прошлое, это понятно, да, и историю этого города, отраженном в фольклоре. А фольклор – это у нас что, ребята? Фольклор – это у нас то, что передается из уста в уста. Раньше же не было письменности, правильно? Получается, раньше, допустим, определенные там легенды, сказки, какие-то вот рассказы, притчи, да, пусть будут, они передавались из уста в уста. Это все у нас входит в фольклор. То какую книгу вам следует взять в библиотеке? Вопрос понятен? Например, у нас Ибрахим, да, захотел узнать про историческое, то есть прошлое Нижнего Новгорода. Что же он будет читать? То есть он хочет узнать, да, историю этого города, он прочитает энциклопедический словарь? Нет, словарь – это что такое, нам понятен. Получается, энциклопедия, все этот вариант у нас 100% отпадает. Почему? Потому что там же у нас в основном это наука, правильно? А наука – это точное, а фольклор – это не точный жанр. Почему? Потому что, когда, допустим, я, если скажу какую-то информацию, Мунисия, да, она услышит и это расскажет по-своему, как она поняла, к примеру, Шахризаде. А Шахризада по-своему понимает и рассказывает эту же самую историю, к примеру, по-своему, Длабар. И таким образом первый вариант моего рассказа и по-своему, например, как рассказала у нас Длабар, может иметь что? Различие. Согласны? Потому что там они могут уже понимать по-своему и рассказывают по-своему. А энциклопедия – это точная информация, там это наука, получается, а вариант отпадает. Идём дальше. Краткий справочник – путеводитель по городам России. Нет, здесь по городам России справочник, здесь говорится, путеводитель. Нет, здесь же не именно про этот город, согласны? Отпадает. Поэзия Новгородского края. Что такое поэзия? Поэзия – это всё, что связано у нас с жанрами художества, правильно? Со стихами. Согласны? По стихам мы можем узнать именно историю. Возможно, пока что оставляем, не спешим. Нижегородские предания и легенды. А вот теперь уже у нас вышел более точный ответ. Видите, предания, легенды – это и есть подсказка к этому слову. Ребята, связываем мы с вами слова именно в вопросе и вариантах. Получается, если это легенда какая-то или же предание, это относится именно к фольклору. То есть то, что передавалось из уста в уста, когда не было ещё письменности. Так, и ещё здесь говорится про нежгородские. Получается, мы можем узнать по этим жанрам, по преданиям и легендам, узнать определённую какую-то историю прошлого города. Согласны? Правильный вариант у нас будет «Ди». И следующая буква. Следующая буква у нас «Е». Идём дальше. Так, пятый вопрос у нас. Так, спускаемся. Опа, куда? Пятый вопрос. Определите тип текста. У нас новый, да, кажется, текст. Так, описание, повествование, рассуждение, разговорный. Мы сразу с вами исключаем разговорный, так как это у нас не тип. Да, всё, один вариант у нас мы с вами исключили, не рассматриваем. Описание, повествование, рассуждение. Давайте вернёмся к тексту. Так, короткий довольно-таки текст. Человек, лишённый чувства юмора, чаще всего обидчив, и потому несчастен. Ему трудно уживаться в коллективе. Пока что понимаем, да, чувство юмора – это у нас что? Люди, которые понимают шутку, да, которые шутят. Чаще всего лишённые – это означает, что они, ну, у них нет такого чувства, да, чувства юмора. То есть эти люди чаще всего, то есть часто это означает много, да, значит, они часто обижаются, и потому они несчастны, говорят. Ему трудно уживаться в коллективе. Уживаться – это то же самое, что и привыкать, да, именно иметь с ними отношения, общаться в целом. Он мнителен и всегда настороже. Простую безобидную шутку он может воспринять как оскорбление. Поняли, да, ребят, смотрите? То есть здесь рассказывается о человеке, который не умеет шутить, у которого нет чувства юмора, да, он всегда настороже. И какую-то определённую шутку, да, он может воспринять как оскорбление. У нас тоже иногда бывают, да, такие случаи, например, когда кто-то вот шутит, да, мы можем обидеться. Получается, порой мы не воспринимаем, да, это. Такой человек – плохая мишень. Что такое мишень, ребята, знаем? Мишень – это что? Так. Давайте вот так вот круг нарисуем. И здесь получаются вот такие вот круги. Догадайте, что это такое. Так, теперь, смотрите, давайте мы с вами возьмём лук, да, и стрелу. И, соответственно, когда человек на что-то вот целится, да, у него определённая цель имеется, правильно? Наверное, все видели вот такую вот мишень, цель, да, то есть мишень, цель – это слова-синонимы, очень близко. Допустим, вот я нарисовала круг, и стрелок что делает? Целится на мишень, правильно? То есть цель определённая у него имеется. Теперь возвращаемся к предложению. Смотрите, такой человек – плохая мишень для злых шутников. То есть плохая цель, да, для злых шутников. Попав в смешное положение, он не смутится. Смущаться – это он от что? Смущаться – это попасть в какое-то вот неловкое положение, или же смущаться, обижаться, можем, да, даже сказать. Не испытая желания провалиться сквозь землю. И этим лишит удовольствия посмеяться над ним. Чувство юмора надо ценить, развивать и беречь. Это жизнестойкий витамин, помогающий подчас человеку в самые трудные минуты его жизни. Так, теперь определяем наш тип, да, описание, повествование или рассуждение. Ребята, смотрите, здесь у нас рассуждают все-таки, да, почему? Потому что здесь объясняют именно про человека, да, который лишен, то есть чувства юмора. Согласны? Это не описание, это не повествование, а именно рассуждение. Потому что аргументы ведь приводятся. Где у нас аргумент? Давайте фактами. Смотрите. Первый аргумент – это то, что человек, который лишен чувства юмора, он может даже безобидную шутку воспринять как оскорбление. Второй аргумент, то есть попав в смешное положение, он не смутится, не испытает желание провалиться сквозь землю. Да, вот это вот все наши предложения указывают на то, что наш текст типа рассуждения. Идем дальше. Выберите верное утверждение. Человек, лишенный чувства юмора. У нас только что был, да, такое вот предложение было. Чаще всего счастлив. Нет, наоборот, чаще всего он обидчив и потому несчастен, здесь говорится. Поэтому данный вариант мы исключаем. Легко уживается в коллективе. Наоборот, он трудно уживается, правильно? Ему трудно уживаться, здесь говорится. Получается, тоже у нас этот вариант отпадает. Воспринимает шутку как оскорбление. Еще раз. Воспринимает шутку как оскорбление. Оскорбление это у нас что такое? Знаем, да, оскорблять, там плохие слова, там говорить. Простую безобидную шутку он может воспринять как оскорбление. Вот. Человек, лишенный чувства юмора. И это продолжение. Получается, у нас вариант. Но пока что не спешим. У нас есть еще один вариант. Хорошая мишень для злых шутников. То есть здесь написано, что это плохая мишень. Правильно? Такой человек у нас наоборот. Так, давайте выделю красным. Плохая мишень. Получается, здесь написано, что это такой человек. Хорошая, да, мишень? И этот вариант тоже отпадает. Получается, вариант С. Так, идем дальше. Видите, ребята, нам нужно быть очень внимательными. Если поспешить, можно и людей насмешить. Получается, здесь плохая мишень, а тут хорошая. Идем дальше. Подберите синоним к слову мишень. О, мы уже ответили, думаю, на этот вопрос. Получается, какой будет вариант? Мишень. Обида. Цель. Оскорбление. Смех. Смех, оскорбление, обида нет. Только остается вариант цель. Записываем, ребята. Мишень-цель. Ребята, мы уже поняли, да, это слово? Мишень. Когда вот, наверное, вот в фильмах тоже, вы сами, наверное, тоже, да, играли в игру такую. У нас на площади же их много, чтобы шарики вот лопать. Значит, пускай мы с вами вот эти вот маленькие, что? Стрелы, да? Идем дальше. И целимся, я хотела сказать. Так, идем дальше. Следующая буква. Давайте про букву. Т. Следующая буква у нас Т. По счету у нас вопрос. Восьмой? Так, восьмой. Установите место выпавшего предложения. Выпавший – это означает выпасть. Тс-п-калган – упасть, да, вот в этом значении. Это была северная заря. Вся малиновая блестящая, как в елочных игрушках. Бывала в бомбонерках с выстрелом особая прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено в какой-нибудь вишневый цвет. Теперь, ребят, смотрите, давайте разберемся в самом предложении. Вот это вот предложение у нас спрашивает. Вопрос понятен, думаю, да? Где он выпал? То есть оно выпало, извиняюсь. Так, получается, это предложение по тексту «Где выпало?» После какого предложения, да, другими словами, оно должно стоять? Северная заря. Что такое заря, мы с вами знаем, да, когда вот только начинает светать, когда солнце начинает вот подниматься, да, именно появляться на горизонте, это и есть заря, да? Так, теперь давайте посмотрим в начале текста, после предложения 5, после предложения 6 и после предложения 8. 5, 6, 8. Значит, после вот 8, давайте выделим, чтобы не забыть, 8, 5, 6. И в начале, да, говорят, первое именно предложение имеется в виду, получается. Начало у нас где нашего текста? Так, небо чистое, восход роскошный. 5, 6, да, у нас было? 5, 5 предложение. И 6, давайте выделим, чтобы не забыть. Вот так вот для себя выделяем. Так, небо чистое, восход роскошный, в тишине. Ребят, смотрите, мы сразу про зарю не можем начать, правильно? Потому что там сразу описание зари идет, а тут уже небо чистое, восход роскошный в тишине. Мороз минус 12, трубачка белой тропе гонит одним чутьем, да? Получается, мы в начале текста этот вариант можем сразу с вами убрать, можем не рассматривать. Пятое, шестое, восьмое у нас, да? Шестое, восьмое предложение остается. Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полнеба. Весь день в лесу был золотой. Золотой, это получается, имеется в виду сравнение же, правильно? Когда у нас обычно мы именно сравниваем с золотом нашу природу? Обычно, когда у нас время года осень, согласны? А вечером заря горела в полнеба. Вот, уже, ребят, смотрите, слово заря здесь упомянуется, согласны? Идем дальше. Однако на живом небе было не одно только красное, посередине шла густо-синяя стрельчатая полоса. Здесь, ребята, смотрите, уже идет описание, да, описание неба о том, что там не было не только одно красное, посередине шла густо-синяя стрельчатая полоса. Так, подождите, смотрите, здесь уже про красное говорят, не одно только красное, а про красное до этого же не было ничего. Видите? Получается, здесь смысл непонятен, пропущены предложения. Давайте попробуем наше предложение прочитать, которое выпало, да, у нас. Это была северная заря, вся малиново-блестящая, как в елочных игрушках. Бывало бомбонерках с высрелом, особо прозрачная бумага, через которую посмотришь на свет, и все бывает окрашено какой-нибудь вишневый цвет. Вот, пожалуйста, ребят, смотрите, вишневый цвет. Вишня у нас какого цвета? Алого, красного, да, цвета получается. И это что означает? Означает, что наше предложение пропущено, именно выпало после, после пятого, да, было? Это какое предложение у нас было? Весь день в лесу был золотой, а вечером заря горела в полне вода. После пятого предложение получается, видите? И там говорится про красный цвет, да, описание идет в зари. И дальше, однако, на живом небе было не одно только красное, посередине шла густо-синяя стрельчатая полоса. Получается у нас правильный ответ. Это у нас вариант… Так, давайте вернемся. Правильный вариант у нас… После предложения 5. Б вариант, да? Вот. Ребята, понимаем? Думаю, понятно идем, да? Укажите тип текста. Публицистический, повествование, описание, рассуждение. Мы сразу автоматически исключаем вариант А, да, потому что это не тип, не рассматриваем его. Но публицистический – это у нас стиль, согласны? Повествование, описание, рассуждение. Теперь у нас только что описывали небо, согласны? Какое там небо, прозорю. Описание, если вы помните, мы говорили, это в основном вопросы «какое», «какое», «какое». Например, если мы возьмем с вами алмаза, да, алмаз у нас высокого роста, да, у него густые волосы, густые брови, да, у него черные глаза и так далее. То есть мы что делаем сейчас с вами? Описываем алмаза, да? Точно так же здесь у нас описывают небо, описывают зарю. Согласны? Какое там небо? Небо чистое. Какой восход? Восход роскошный. Тропа какая? Белая, да? Лес какой? Золотой. Видите, мы с вами говорили, что в описании у нас в основном идут слова, которые отвечают на вопрос «какое», «какое», «какое». Их больше в тексте. Получается, это у нас описание, ребят. Поняли? Идем дальше. Так, значит, это у нас девятый вопрос. Описание. Так, вопрос следующий, десятый. Озаглавьте текст. Значит, нам нужно что сделать? Дать тему, да, нашему тексту. Прочитать. И смотря на основную мысль текста, что нам хочет сказать именно автор, да, что хочет он нам передать, мы должны заглавить текст. Жизнь на земле, земля, марсианские каналы, животный мир. Так, какой звук это у нас? Что у нас не так? Сейчас, минуточку. Так, хорошо, поехали дальше. Заглавьте текст. Жизнь на земле, марсианские каналы, земля, животный мир. Так, идем дальше. Варианты всем же, да, понятны? Жизнь на земле, марсианские каналы, то есть здесь имеется в виду про планету Марс, получается, земля и животный мир. О чем же наш текст? Давайте прочитаем его. Мы не задумывались и не очень-то берегли жизнь на земле. Она казалась нам безграничной и вездесущей. Верили, что и на Луне живут люди. Понимаем, да, ребят, смотрите. Здесь говорится, что мы особо не думали, не задумывались, да, и не берегли. Берегли от слова беречь, да, беречь, охранять, мы же знаем, да, данное слово. То есть не охраняли нашу жизнь, то есть жизнь на земле. Она казалась нам безграничной и вездесущей. То есть, получается, здесь подразумевается, что вот эта вот жизнь не имеет границ. Верили, что и на Луне живут люди. Понимаем, да, что здесь нам повествователь, автор говорит о том, что от общего лица говорится, что верили, что и на Луне живут люди. А уж на Марсе-то непременно, то есть непременно это означает, получается, видите, здесь говорится, что на Луне люди жили, а на Марсе непременно, то есть, соответственно, да, там же каналы. А где люди, там непременно и бесчисленное множество разных существ. То есть непременно здесь значение как бы чего? Уверенности, согласны? Водные слова вспоминаем. И бесчисленное множество разных существ. А уж Африка, Индия представлялись нам чем-то вроде зоопарков без клеток. Везде пальмы, пальмы, пальмы. А на пальмах кокосы, финики и бананы, попугаи и обезьяны. Ребят, понятно, да, идем? Давайте попытаемся с вами все это представить. А под пальмами кишат, непременно кишат. Так, стоп, у нас слово кишат. Знакомо ли это слово нам? Кто знает, давайте напишем в комментариях. Кто напишет, получит значок. Кишат. Так, хорошо, давайте объясню, что же это такое. Значит, кишат, это означает, когда вот, допустим, действия, да, люди же ходят туда-сюда, не имея определенного направления, да, это беспорядочно двигаться в значении. Кишат, это означает двигаться без определенного порядка. Например, вы же бегаете в коридоре, да, во время перемены. Значит, вы кишите, можем сказать, непременно кишат. А под пальмами кишат, непременно кишат. Слоны, носороги и бегемоты. Ногу поставить некуда, как раскопанный муравейник. Но скоро пришло время разочарований. На Луне жизни нет. То есть, смотрите, здесь говорится, что вначале они верили, что на Луне живут люди, да, но со временем они поняли, что на Луне все-таки жизни нет. Своими глазами увидели, оказывается. Получается, люди побывали на Луне, отсюда можно понять. Давайте разберемся, идем дальше. Марсианские каналы совсем не каналы, как они считали раньше, да. Планеты соседей Земли мертвы. То есть, это означает, в других планетах нет жизни. Согласны? Планеты соседей Земли мертвы, здесь говорится. Да, уже есть ли жизнь вообще в пределах человеческой досягаемости? Может, ее и нет совсем. Так, идем дальше. Что если мы одиноки? И во всей Вселенной лишь на Земле теплится жизнь. Здесь все еще продолжается мысль о том, что только на планете, да, Земля имеется жизнь, а в других планетах ее нет. Продолжаем. Искра жизни в безжизненном океане. В Индии осталось 100 львов, в Африке несколько сотен горилл, шимпанзе и орангутанов приходится из зоопарка выпускать в джунгли. По пальцам можно пересчитать китайских бамбуковых медведей, индийских дымчатых леопардов, африканских белых носорогов. То есть, здесь, ребята, уже идет речь о том, что со временем и животные, да, виды животных тоже уменьшаются. То есть, их с каждым годом становится все меньше и меньше. Вот, например, в Индии, представляете, в Индии осталось всего 100 львов, говорится. А в Африке несколько сотен горилл. Идем дальше. Наших тигров, барсов, гепардов, океан, на который так все надеялись, оказался заселенным только у берегов. Дальше синяя водяная пустыня. Так, идем, приступаем к вопросу. Смотрите, а заглавьте текст. Спрашивают тему текста. Как мы можем озаглавить данный текст? Смотрите. Жизнь на земле. Опа, почему у меня? Жизнь на земле. Земля, сама земля, марсианские каналы, животный мир. Наш текст полностью не о животном мире, согласны? Здесь в целом рассказывается про жизнь. Жизнь в земле, а также в других планетах. Получается, животный мир у нас отпадает. Этот вариант мы не смотрим. Марсианские каналы. То же самое. Здесь один из пунктов нашего текста. То есть, это не основная мысль нашего текста. Правильно? Весь текст не про Марс. Согласны? То есть, Марс привели в пример для того, чтобы именно сказать, что раньше считали, что и в Марсе тоже имеются признаки жизни. Жизнь на земле и земля. Вот. Ответ, думаю, очевиден. Жизнь на земле. Здесь полностью рассказывается про обитателей, про жизнь на земле. Получается, только земля тоже отпадает. Идем дальше. Одиннадцатый вопрос. Почему автор говорит о том, что пришло время разочарования? Разочарование – это у нас что? Разочарование. Когда, например, кто-то от чего-то, либо же от кого-то что-то ожидает. Например, скажем так, допустим, то, что ему может понравиться в целом. Но если мы этого не получаем, у нас какое чувство получается? Разочарование. Согласны? Точно так же здесь говорится. Автор говорит о том, что пришло время разочарования. Видите? Но скоро пришло время разочарования. Разочароваться, огорчаться. Ну, близко немножечко по смыслу. Мы не задумывались и не очень-то берегли жизнь на земле. Разве? Давайте мы уточним. На Луне жизни нет. Своими глазами увидели. Марсианские каналы совсем не каналы. Видите, ребята, они раньше считали, как мы уже сказали. Вызубрили, да, уже. Что раньше на Луне жизнь была, но потом они узнали, что жизни нет. Поэтому здесь пошло разочарование. Раньше на Марсе считали, что есть признаки жизни. Марсианские каналы там имеются. Но оказывается, это совсем не каналы, да. Ожидали и... Скажем так, ожидание, реальность, да. И у них получилось разочарование, да. Поэтому у нас А-вариант отпадает. А-вариант мы не рассматриваем. Идем дальше. Так, продолжение у нас. Океан, на который так все надеялись, оказался заселенным только у берегов. Дальше синяя водяная пустыня. Это было уже в конце, да, нашего текста. На Луне жизни нет. Своими глазами увидели. Вот то, что у них вызвало разочарование. Мы правильный вариант уже нашли. Видите, ребят? Значит, здесь нет ничего такого трудного, проще простого, да. Не усложняем. Здесь ничего не нужно решать, да, как на математике. Здесь все есть в тексте стоит. Нам достаточно просто внимательно прочитать, понять самый главный вопрос. Если вы правильно поймете вопрос, мы, соответственно, правильно и ответим. Правильно же? В Индии осталось 100 львов, в Африке несколько сотен горилл. Нет, это не причина их разочарования, да. Идем дальше. Следующий вопрос у нас 12. Так, как бы вы озаглавили текст? То есть, то же самое, тему текста, да. Он нас спрашивает. Каждодневный труд, любящая мать, плачущий ребенок, усталая мать. Варианты вы поняли? Каждодневный труд, то есть, труд, который мы с вами делаем, да, выполняем каждый день. Плачущий ребенок, это понятно, да, ребенок, который плачет. Любящая мать и усталая мать. Читаем, значит, текст. Приступаем к чтению. Ночь. Темно. Давайте, ребят, мы так сейчас с вами сделаем. Давайте все сейчас закроем глаза, закрываем, закрываем глаза и постараемся это все представить, потому что у нас текст, типа, описание идет. Значит, мы можем свободно это что сделать, представить, да. Ночь. Темно. За стеной шумит метель. Метель – это у нас что? Например, вот зимой, да, идет снег, и при этом, когда дует сильный ветер, он что делает? Соответственно, поднимает этот снег с поверхности земли, правильно? И кружит в воздухе. Получается, образуется в этот момент метель. Поняли, да, что такое метель? Когда в воздухе вот этот вот снег кружится. Получается, ветер кружит этот снег. В маленькой комнате перед иконой Божией Матери кротко мерцает лампадка. То есть здесь икона, что такое, понятно, да? Христиане, они же, ну, как бы перед иконой же молятся. Мерцает лампадка, озаряя тусклым, колеблющимся светом детскую кроватку. Здесь идет описание, что там есть детская кроватка и бледное, измученное бессонными ночами лицо матери. В кроватке лежит малютка, то есть малыш, и тихо, ровно дышит. Усталая мать не спит. При малейшем движении малютки в постельке она быстро открывает глаза, беспокойно, нежно глядит на дорогой личико. Здесь понятно, да? То есть она что делает? Присматривает за малышом, который лежит в кроватке. Много раз открывает она, открывает глаза и беспокойно, и нежно. Ой, извиняюсь. Много раз открывает она глаза в длинную бессонную ночь. Все так же заботливо и любовно смотрит на ребенка. Поверьте, заботливо, любовно смотрит на ребенка. Бьет 11 часов ночи. Потом 2-3 часа. Малютка проснулся и заплакал. Мать поднимается с постели, кормит и ласково укачивает малютку. Бьет 5-6 часов. Мать все не спит. То есть получается, это маленький ребенок, который время от времени что делает? Просыпается, плачет. А мать, соответственно, что делает? Не спит и заботится, смотрит за малышом. Мать все не спит и чутко прислушивается к ровному дыханию дитяти. Ребят, слово дитяти то же самое, что и дитя. То есть ребенок начинает светать. То есть уже утро наступает. Ребенок совсем просыпается, долго шевелит ножками и ручками, вновь засыпает. Мать встает из головой, отяжелевшей от бессонной ночи. Это понятно, почему бессонная, да? Потому что она неоднократно на протяжении всей ночи, что дела, просыпалась и укачивала малютку. Принимается за обычный дневной труд, немедленно прерывая его при малейшем движении малютки. То есть она и днем, и ночью, получается, не спит, да, как следует. Потому что днем она работает, дневной труд имеется, а ночью присматривает за ребенком, немедленно прерывая его при малейшем движении малютки. Так проходят дни долгие и долгие бессонные ночи. Так, текст, думаю, понятен, да, ребят? Давайте мы с вами его озаклавим теперь. Теперь, каждодневный труд, плачущий ребенок, любящая мать, усталая мать. Теперь смотрите, здесь у нас, да, имеется информация о том, что ребенок плачет, плачущий ребенок. Но это не основная информация, этот вариант отпадает, не рассматриваем. Каждодневный труд, что делает она каждый день, в подробностях не рассказывается, отпадает. Хотя вот так проходят дни долгие и бессонные ночи. Хорошо, но здесь у нас более, да, подходящие, давайте варианты оставим, любящая мать и усталая мать. Получается, здесь более подходящие, это тоже мы можем убрать. Так, подождите, мы только что с вами подчеркивали, да, наше предложение. Бессонная ночь, мать все не спит, заботливо и любовно смотрит на ребенка. Здесь и про любовь, и про заботу, и про бессонные ночи, получается. Так, более подходящий вариант у нас будет любящая мать и усталая мать, да, у нас остается. Давайте вот так вот спустим. Так, здесь больше у нас информации про то, что она устает, да, то, что она непрерывно просыпается посреди ночи, присматривает за ребенком, да, и так проходят дни и долгие бессонные ночи. Вот, мать встает из головы, отяжелевшая от бессонной ночи, принимается за обычный емной труд. Ребят, как мы уже с вами говорили, что основная информация, да, находится в 80%, да, в случае в конце нашего текста. И здесь у нас приводится, как бы, итог, заключение о том, что все-таки она, что делает, устает, да, встает с головой, отяжелевшая от бессонной ночи, принимается за обычный емной труд, немедленно прерывая его при малейшем движении малютки. Получается, все-таки будет усталая мать у нас. Так, дальше идем. В книге автор описывает лицо матери. Найдите в тексте это описание. Нежное, заботливое, усталое, бессонное, бледное, измученное, беспокойное и дорогое. Мы вопрос поняли. Нам нужно найти лицо матери, как автор его описывает. Каково же было лицо матери? Это было у нас в начале, мы читали с вами. Так, в маленькой иконке перед иконой Божией Матери кротко мерцает лампадка, озаряет тусклым, колеблющимся светом детскую кроватку и бледное, измученное бессонными ночами лицо матери. Стоп, вот, лицо матери мы нашли. Ключевое наше слово. А какое именно лицо? Бледное, измученное, бессонными ночами. Бледное, измученное. Был у нас такой вариант? Был, да? Получается, вариант у нас Б. Вот, бледное, измученное. Все подчеркиваем, ребята. Так, следующая буковка. Буква С. Буква С. Идем дальше. Четырнадцатый вопрос. Что помогает матери выносить эти бессонные ночи? Ой, что у меня такое? Эти бессонные ночи. Любовь, забота, усталость, нежность. Что же ей помогало выносить эти бессонные ночи, ребята? Про бессонные ночи здесь говорится, да? Что это такое? Так, про бессонные ночи здесь у нас было. Много раз открывает она в глаза, в длинную бессонную ночь. Вот, нашли? Много раз открывает она глаза, в длинную бессонную ночь. Все так же заботливо и любовно смотрит на ребенка. То есть это из-за заботы, из-за любви она так, что делает. Ответ просыпается и присматривает за своим ребенком. Соответственно, правильно? Получается, у нас вариант любовь и заботы. Да, у нас есть варианты. Теперь, смотрите, забота у нас когда появляется? Когда мы проявляем определенную заботу? Когда у нас что? Какое чувство? Имеется любовь, правильно? Если нет любви, соответственно, заботы тоже не будет. Получается, у нас более правильный ответ будет вариант А – любовь. Усталость отпадает, нежность тоже, да? Получается, любовь. Ребята поняли, да? Любовь и забота там, да, дана, но выносить эти бессонные ночи, если не будет любви, заботы тоже, соответственно, не будет. Получается, вариант А будет. Идем дальше. Так, мы ответили на 14, да, вопрос. Получается, 15. 15. В каком из данных предложений присутствует сравнение? А что такое сравнение? Мы с вами знаем, да, ребята? Когда мы что-то с чем-то или кого-то с кем-то сравниваем, используем такие сравнительные, да, союзы, как «как», «будто», «словно». Вспоминаем с вами, вот, недавно прошли на прошлой неделе с вами подчинительные союзы, там были сравнительные подчинительные союзы, такие как «как», «еще», «будто», «словно», «согласны?» Вот, если у нас есть эти слова, значит, это будет у нас сравнение. Веки рождаются в блаженной вечной тишине, рождение не терпит суеты, рождение нужен покой. Пока что нет, да, таких слов, как «будто», «словно». Низкое, скупое на тепло и щедрое на свет солнце все же оплавляет спрессованный, тяжелый, как свинец. Опа, вот, как? Здесь уже есть сравнение, сравнительный союз. Здесь валы, снегов разбегаются во все стороны, юрки, ручейки. Получается, вот оно. Но давайте прочитаем и «д» вариант тоже, чтобы убедиться, да, чтобы быть уверенными. Еще малые, еще хилые, тут же совсем близко сходятся, они вместе и в перехлест, весело заплетаясь на ходу, катятся вниз по камням и осыпям. Получается, здесь тоже нет у нас сравнительных именно союзов, как будто словно все, точный у нас вариант будет «с». Идем дальше. Шестнадцатый вопрос. Определите стиль речи данного текста. Художественный, официально-деловой, публицистический, научный. Ребята, мы с вами знаем, что официально-деловой – это все наши документы, да, заявления, там, акты, договора, объяснительные. И они заполняются определенным образом, да, по шаблону, получается. Здесь официально-деловой отпадает. Почему? Потому что это же не документ, согласны? Публицистический, научный, художественный остаются. Научный мы с вами говорили, что это у нас точная, да, лексика, терминология, определение, эксперименты, доказательства. Получается, здесь есть такое доказательство, там, эксперименты имеются у нас в тексте? Так, это у нас текст шестой, правильно, текст шестой? Нет, такого у нас в тексте не было, да? Реки рождаются в блаженной вечной тишине, рождение не терпит суеты, рождение нужен покой. Низкое, скупое, на тепло и щедрое, на свет солнце, все же оплавляет, спрессованно, тяжелое, как свинец, вал и снегу. Видите, здесь тоже у нас описание, так, идет, здесь нет никакого наказательства, нет никакого эксперимента, терминологии нет, строгой лексики нет. Получается, это не научный стиль. Согласный, научный тоже у нас, что делает, отпадает. Получается, мы D-вариант тоже не рассматриваем. Да, не нужно. Публицистический, художественный. Теперь, ребята, скажу кое-что, все запоминаем. Мы должны это запомнить, как дважды два. Вы же на вопрос дважды два, не задумываясь, отвечаете, правильно? Точно так же здесь мы должны на такие вот вопросы, в таких моментах, не задумываясь, сразу же, что делать, отмечать. Скажем так, лайфхак для вас. Если у нас дается определенный автор, да, а мы с вами говорили, что когда мы с вами изучаем литературу, там же могут быть разные жанры, рассказ, поэма, стихи, да, и там обязательно приводятся авторы. Согласны? Это же есть у нас литература, а литература, мы с вами говорили, так, давайте немножечко. Литература, мы с вами говорили, что это художественный стиль. Согласны? Литература – это художественный стиль. Запишите себе в тетради. Литература, стрелка, художественный стиль. А что туда входит в литературу? Сказки, басни, рассказы, да, вот это вот все. Получается, здесь у нас будет художественный стиль. Поняли? Вариант будет А – художественный стиль. Идем дальше. Давайте про букву, не забудем сами. Следующая буква – Т. Семнадцатый по счету вопрос у нас. С какой целью юные шахматов изучают первоисточники? Вопрос. С какой целью… Опа, почему у меня все время жирным становится? Юные шахматов изучают первоисточники. То есть первоисточники – это у нас означает первый источник от слова. Правильно? Начало именно нашей определенной информации в целом. Первый источник. Стремится расширить свое начальное образование, потому что считает всякий уважающий себя исследователь, должен прежде всего основательно изучить первоисточники, чтобы стать одним из лучших учеников класса. И наш последний вариант, получается, да-вариант. Чтобы написать исследовательскую работу. Здесь у нас ключевое слово – первоисточник. Согласны? Давайте в тексте найдем слово первоисточники. Выберем, давайте, синий. Вот он. Видите, Алеша уже тогда приходит к мысли, что всякий уважающий себя исследователь должен прежде всего основательно изучить первоисточники. А Алеша – это… Есть шахматов? Да? Давайте разберемся. Алеша – это у нас шахматов, нет? У нас же про шахматов, да, спрашивают? А шахматов, шахматов. Получается, да, здесь у нас раскрывают именно имя, да, именем используются. Дальше уже фамилии. Ребята, все подчеркиваем. Значит, вот Алеша уже тогда приходит к мысли, что всякий уважающий себя исследователь должен прежде всего основательно изучить первоисточники. Получается, цель изучения первоисточников – это мнение, да, его, потому что всякий уважающий себя исследователь должен прежде всего основательно изучить первоисточники. Согласны? Получается, вариант у нас Б. Все. Мы уже ответили на данный вопрос. Предложения все подчеркиваем. Ребята, подчеркивать предложения не забываем. У многих я вот замечаю сегодня тоже, да, заметила. Отмечаете, но нет доказательств. Обязательно подчеркиваем доказательства. Так, 18 вопрос. Зачем Шахматов поступает учиться в одной из лейпцигских гимназий? Лейпциг – это у нас, получается, город. Вопрос понятен, почему, да, именно цель поступления Шахматова в эту гимназию, лейпцигскую гимназию? Потому что хотел стать известным ученым для изучения античных историков и географов, стремиться расширить свое начальное образование и чтобы стать достойным своего происхождения. Давайте найдем именно его цель поступления в эту гимназию. Так, здесь ключевое слово. Сначала давайте подчеркнем это лейпцигский. Лейпцигская, да, гимназия. Про Лейпциг должны с вами найти. Цель поступления в лейпцигскую гимназию. Так, давайте отсюда начнем читать. Алеша уже тогда, мы это уже прочитали, и следовать должен, прежде всего, основательно изучать первоисточники. Переехав с дядей в лейпциг, ребята, вот смотрите, уже ключевое слово у нас имеется. Шахматов уже на следующее утро спешит в университетскую библиотеку. Кажется, даже немного сожалею, что это серьезно помешает его исследовательской работе. Так, хорошо, пока что это не цель, правильно? Это говорит, что может помешать, помешает его исследовательской работе. Но это не цель того, что он идет в этот университет. Но вместе с тем и стремясь расширить свою... Вот, вместе с тем и стремясь, видите, он стремится расширить свое начальное образование, шахматов поступает учиться в одной из лейпцигских гимназий. Есть ответ? Значит, цель поступления учиться в эту гимназию, это расширить свое начальное образование. Все подчеркнули? То есть расширить свое начальное образование. Получается, вариант у нас С. Да, стремится расширить свое начальное образование. Так, идем дальше. Так, следующая буква. Буква В у вас. Следующая буква у нас В. Так, девятнадцатый вопрос. Назовите основные жизненные ценности Шахматова. Ценности. Что такое понимаем, да, ребята? Чего он больше придерживался? Что он больше всего ценил, да? Назовите основные жизненные ценности при жизни. Что он ценил в целом? Наука, патриотизм. Больше, да, делал акцент на что, спрашивается? Музыка, наука. Музыка, хор. Гимназия. Первые источники. Так, ребят, уже по прочитанному материалу, да, нам уже известно, что он, значит, искал первоисточники. Это у нас есть, да, в гимназию он уже обучался, да, это была его целью. Так, наука, патриотизм. Патриотизм пока что здесь не было, да, сказано про патриотизм, ничего. Музыка, наука. Про музыку у нас было? Согласны? Про хор же был у нас. Хор и музыка, в принципе, у нас есть разница, ребята, не путайте. Хорошо, здесь он, так, но это была главной ценностью, давайте в этом разберемся. Смотрите, целый вечер он то наигрывает народные песни или напевает их своим мелодичным красивым голосом, то, организовав семейный хор, выступает в роли запевала-дирижера. Очень нравятся Алёше народные песни. Так, хорошо, значит, мы узнали, что Алёше нравятся песни, он даже и воспевал, да, эти песни, и в хоре, значит, участвовал. Давайте заключение мы с вами прочитаем, чтобы понять основную мысль. Здесь на чужбине, извиняюсь, к мотивам успешного учения присоединяется ещё один, куда более высокий. Нужно быть учеником, достойным своего российского происхождения. А нет, ребят, здесь уже про патриотизм тоже затрагивается тема. Видите, затерявшийся где-то в неведомой здесь никому саратовской глуши становится одним из лучших учеников класса. Но теперь давайте мы основную ценность найдём с вами. Всё-таки он же стремился в течение своей жизни получать образование, да, находить вот эти вот первоисточники, расширять свои, да, свои знания, круг своего знания. Получается, это гимназия первоисточники будет более подходящий вариант. Так, 19, давайте вот так вот трюклоник с вами возьмём. Идём дальше. К какому жанру можно отнести данный текст? Автобиография, притча, биография, реклама. Теперь смотрите. Автобиография – это что? Автобиография – это у нас, когда человек сам рассказывает про свою жизнь, то есть жизнеописание. Например, давайте возьмём Пушкина. Пушкин говорит, я, Александр Сергеевич Пушкин, родился, да, там, в каком-то вот году в семье, да, то есть про свою семью рассказывает, получал образование, писал стихи, допустим, на каких-то вот языках, к примеру, там, на французском, на немецком, то есть, да, языках и так далее. То есть, если он сам будет рассказывать про свою жизнь, да, если повествование идёт от его же имени, это и есть автобиография. А если кто-то рассказывает про его жизнь, да, то есть жизнеописание какого-то человека, но уже автобиография – это когда человек сам рассказывает, а биография – это когда кто-то рассказывает. Например, мы говорим, если сказать, Рахимжану Джавахир родился в таком-то году, ему 12 лет, он вырос в такой-то семье, у него столько-то там, получается, братьев, сестёр и так далее, детей в семье и так далее. В целом, если про его жизнь я буду описывать, от моего имени идёт повествование, это будет уже биография, поняли? Притча, это что мы с вами знаем, это короткий рассказ со смыслом, со смыслом именно, с глубоким, получается, прича у нас отпадает, реклама здесь ничего не рекламирует, это не автобиография, ведь автор, а, то есть повествователь не от самого же повествователя, да, здесь информация должна была быть, если это автобиография, а здесь не от самого. Здесь говорится, что Шахматов поступает в Московскую частную гимназию, то есть от другого имени, да, повествуется, если бы он сам говорил, я поступил в Московскую частную гимназию, да, в доме моего дяди, я воспитывался, если бы он сам рассказывал так, это была бы автобиография. Получается, кто-то рассказывает о нем, соответственно, это будет у нас что? Биография. Поняли? Это и есть у нас биография, ребята. Получается, легко, да, определить. И последняя буква у нас пусть будет О. Ребята, надеюсь, что все вопросы были нам понятны, да, если были какие-то непонятные моменты, заранее дома подготовьте свои вопросы, на уроке мы с вами разберем еще раз подробно. Потом слова, которые мы с вами разбирали, обязательно, чтобы эта запись была у вас в тетрадях, да, и у кого получилось слово, кто собрал целое слово, напишите в комментариях и получите свое вознаграждение, да, скажем так, значок получим. Так, в таком случае, ребята, всего доброго. Так, хорошо, ребята, в таком случае, если вы нашли, значит, слово, напишите это слово в комментариях, мы вас проверим и обязательно, чтобы запись была у вас, хорошо? Всего доброго. Спасибо. Спасибо.